Уважаемые председатели президиума, глубоко уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить организаторов мероприятия за приглашение и предоставленную возможность выступить на столь значимом мероприятии и представить Вашему вниманию краткий обзор основных положений Федерального закона номер 180 ФЗ о 23 июня 2016 года о биомедицинских клеточных продуктах. Надо сказать, что закон вступил в силу с 1 января 2017 года. О его принятии было объявлено ровно год назад на предыдущем онкологическом форуме. В феврале 2015 года проект закона поступил в Государственную думу, затем был процесс обсуждения закона. Наш институт принимал в этом участие через медицинскую палату Свердловской области, а также путем участия в круглом столе, организованном комитетом по науке и наукоемким технологиям Государственной думы еще в 2013 году. История появления закона началась в 2007 году, когда в Государственную думу поступил проект Федерального закона о биомедицинских исследованиях. В 2010 году появился проект о биомедицинских клеточных технологиях, в 2013 году об обращении биомедицинских клеточных продуктов, в 2015 году из наименования проекта закона удалили слова об обращении. Как видно из наименований проектов законов, менялось понимание законодателей о том, что именно необходимо регулировать от регулирования самого процесса научных исследований до биомедицинских клеточных продуктов, обращение которых, надо сказать, на сегодняшний день фактически идентично обращению лекарственных средств за некоторым исключением. В частности, биомедицинские клеточные продукты не могут поступать в свободную продажу для населения. Закон появился не случайно. Считается, что с 2004 года в клинической практике Российской Федерации применяются клеточные технологии. До 1 января 2012 года Министерством здравоохранения на применение новых медицинских технологий выдавались разрешения. В частности, на экране можно видеть те технологии, разрешения на которых были выданы Министерством здравоохранения бессрочно. И дендритно-клеточные вакцины также к ним относятся. Разрешение было выдано в 2010 году. По всей вероятности, с 2012 года таких технологий и продуктов появилось еще больше. Но данных о том, сколько и какие именно официальных нет, поскольку разрешения уже не выдавались. Что касается применения. Министерством здравоохранения, к сожалению, не дано на сегодняшний день каких-либо пояснений относительно того, можно ли применять биомедицинские клеточные продукты, разрешения на которых были выданы бессрочно, без регистрации данных продуктов в порядке исполнения закона о биомедицинских клеточных продуктах. Целью принятия закона было правовое регулирование отношений, возникающих в связи с разработкой доклиническими исследованиями, клиническими исследованиями, государственной регистрацией, продажей, производством, хранением, транспортировкой, ввозом и вывозом биомедицинских клеточных продуктов, а также донорством биологического материала. В соответствии с целями закона и, соответственно, была выработана структура его. И надо сказать, что применению посвящена всего одна статья, основная масса закона посвящена процедуре создания и регистрации биомедицинского клеточного продукта. Из-под действия закона выводятся отношения, которые, во-первых, имеют уже свое специальное регулирование, это обращение лекарственных средств и медицинских изделий, трансплантация органов тканей и клеток человека, использование половых клеток в репродуктивных целях, донорство крови и ее компонентов. И, во-вторых, из-под действия закона выведены отношения при обращении клеточных продуктов для целей науки и образования. Последнее исключение, на мой взгляд, является спорным, поскольку, во-первых, разработка новых продуктов является одним из видов научной деятельности, что отражено в статье первой закона о науке и научно-технической политике. И, во-вторых, мне непонятно, можно ли использовать незарегистрированный биомедицинский клеточный продукт при проведении диссертационных исследований, например. Я думаю, что такая коллизия, она, безусловно, приведет к ситуации, когда либо закон не будет применяться, когда это необходимо, либо, наоборот, к возможности привлечения к ответственности необоснованно. Ключевым моментом закона необходимо отметить, что впервые на законодательном уровне были определены основные, важные для обращения и применения биомедицинских клеточных продуктов понятия, такие как биомедицинский клеточный продукт, клеточная линия, эффективность применения, безопасность применения биомедицинских клеточных продуктов. Сейчас на экране можно увидеть основные понятия, расшифровав которые, можно дать ответ, является ли тот или иной продукт биомедицинским клеточным продуктом с точки зрения именно данного закона, и подлежит ли он дальнейшей регистрации. В соответствии со статьей 4, для приготовления клеточных линий необходимо получение биологического материала, его исследование, после чего выделение клеток, их культивирование и модификация вне организма. Вот ряд авторов считает, что по некоторым клеточным продуктам, в частности фибробластов, не нужно их регистрировать, и они не являются биомедицинским клеточным продуктом с точки зрения настоящего закона, поскольку не выполнялась модификация. По другой версии, по версии других авторов, считается, что это также является биомедицинским клеточным продуктом, поскольку понятие модификации в законе не определено, а дифференцировка клеток с помощью ростовых факторов является модификацией клеточной линии. Данный вопрос, видимо, будет решен на практике. В законе также определены принципы осуществления деятельности. К ним относятся добровольность и безвозмездность донорства, соблюдение врачебной и иной охраняемой законом тайны, недопустимость создания эмбриона человека в целях производства биомедицинских клеточных продуктов, недопустимость использования для разработки, производства и применения клеточных продуктов биологического материала, полученного путем прерывания процесса развития эмбриона или плода человека или нарушения такого процесса, а также соблюдение требований биологической безопасности. Законом предусмотрен государственный контроль, который включает в себя лицензионный контроль и государственный надзор. Лицензированию подлежит деятельность по производству биомедицинских клеточных продуктов. Надо сказать, что на сегодняшний день правовых оснований для лицензирования нет, поскольку еще не внесены изменения в закон о лицензировании отдельных видов деятельности. Но основной подзаконный нормативный акт уже разработан и должен быть вот-вот принят. Я говорю о правилах надлежащей практики по работе с биомедицинскими клеточными продуктами. Они включают в себя два раздела. Это правила надлежащей практики доклинических исследований и правила надлежащей практики производства биомедицинского клеточного продукта. Федеральный государственный надзор в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов Также по этому поводу подготовлено постановление правительства и органом названа Федеральная служба надзора в сфере здравоохранения. Основная часть закона посвящена созданию биомедицинского клеточного продукта. И условно создание можно разделить на три этапа. Это разработка биомедицинского клеточного продукта, доклинические исследования и регистрация биомедицинского клеточного продукта. Что касается стадии разработки, то каких-либо регулирующих документов по этому поводу нет. Законодатель ограничился только наименованием данной стадии и возможностью осуществления финансирования данного вида деятельности из всех незапрещенных законом источников. Доклинические исследования урегулированы правилами надлежащей практики по работе с биомедицинскими клеточными продуктами, приказ о подтверждении которых должен вот-вот выйти, ГОСТом принципы надлежащей лабораторной практики. Кроме того, в законе установлена возможность консультирования с экспертным учреждением по вопросам проведения доклинических исследований и по окончании проведения доклинических исследований на каждый разработанный биологический продукт необходимо составить спецификацию, форма которой утверждена приказом Минздрава. Две трети всего объема закона посвящены вопросам регистрации клеточного продукта. Регистрация клеточного продукта состоит из шести этапов. Начинается с подачи заявления, затем этап этической экспертизы, биомедицинская экспертиза первого этапа, клинические исследования, биомедицинская экспертиза второго этапа. И по результатам всех предыдущих этапов наступает этап принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации биомедицинского клеточного продукта. Начинается все с подачи заявления. Кто же в праве подавать заявление? Подать заявление в праве правообладатель результатов доклинических или клинических исследований, а также правообладатель на технологию производства биомедицинского клеточного продукта или уполномоченное правообладателем третье лицо. Заявление подается в Министерство здравоохранения. Форма заявления утверждена приказом номер 32Н от 31 января 2017 года. Вместе с заявлением подается также перечень документов, которые можно видеть на экране. Из этого перечня впоследствии формируется досье на биомедицинский клеточный продукт. После Министерством здравоохранения выдаются задания на проведение этической экспертизы. Этическая экспертиза проводится на предмет возможности проведения клинических исследований. Осуществляется она комитетом по этике, создаваемым при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. И выдается задание на проведение биомедицинской экспертизы первого этапа. На данной стадии проводятся две экспертизы. Это экспертиза качества клеточного продукта и экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинических исследований. В том случае, если биомедицинский клеточный продукт ограниченного срока хранения, то возможно проведение экспертизы качества в месте нахождения производства. В случае дачи положительных заключений по результатам двух этих экспертиз, Министерством здравоохранения принимается решение о приостановлении процедуры регистрации биомедицинского клеточного продукта. Для чего это делается? Для того, чтобы провести этап клинических исследований биомедицинского клеточного продукта. На данном этапе заявителям необходимо вновь обратиться в Министерство здравоохранения, получить разрешение на проведение клинических исследований, ну и, соответственно, после дачи положительного решения их провести. По результатам клинических исследований, которые, надо сказать, могут быть проведены только в медицинской организации, получившей аккредитацию на данный вид деятельности, заявитель обращается вместе с отчетом о проведенном клиническом исследовании о возобновлении регистрации биомедицинского клеточного продукта. После чего Министерством здравоохранения выдается задание на проведение биомедицинской экспертизы второго этапа. На данном этапе также проводятся две экспертизы. Экспертиза эффективности и экспертиза соотношения пользы и риска применения биомедицинского клеточного продукта. По результатам биомедицинской экспертизы второго этапа принимается решение о государственной регистрации биомедицинского клеточного продукта, либо об отказе в регистрации. В законе предусмотрено, что процедура государственной регистрации не должна превышать более 150 рабочих дней со дня принятия заявления о государственной регистрации. Но надо сказать, что в этот период не входит период проведения клинических исследований. И кроме того, при повторной экспертизе возможно увеличение этого срока до 250 рабочих дней. По мимо вопросов регистрации в законе также установлен порядок забора биологического материала для производства биомедицинских клеточных продуктов. Он осуществляется в организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. Прижизненное донорство оформляется согласием письменно и хранится в медицинской документации. Что касается посмертного донорства, то здесь есть некое изъятие из общего правила, которое зафиксировано у нас в основах охраны здоровья граждан и в законе о трансплантации органов и тканей, которое содержит в себе презумпцию согласия. Так вот, что касается посмертного донорства биологического материала для производства биомедицинских клеточных продуктов, то обязательно наличие письменного согласия либо самого умершего, либо супруга или иного родственника, заверенное руководителем медицинской организации, либо нотариально. Производство и реализация биомедицинских клеточных продуктов. Что касается регулирования вопроса производства, то, как я уже сказала, вот-вот на выходе должны быть правила, надлежащие практике по работе с биомедицинскими клеточными продуктами. Что касается реализации, то реализовать продукты можно только другим производителям, научным, образовательным и медицинским организациям. Биомедицинский клеточный продукт ограничен в обороте. Вопросы транспортировки и хранения биомедицинских клеточных продуктов должны быть установлены под законными нормативными актами. Таковых пока еще нет. Что касается хранения, то появляется понятие биобанк. Оно расшифровано в правилах надлежащей практики по работе с биомедицинскими клеточными продуктами. И определение говорит о том, что биобанки – это структуры, которые занимаются подготовкой материала к хранению и хранением. И, соответственно, хранить в них можно биологический материал клетки для приготовления клеточных линий, сами клеточные линии, а также биомедицинский клеточный продукт до его распасовки. У вас одна минута. С 1 января 2017 года закон вступил в силу. Для его фактического вступления было необходимо внесение изменений в действующий закон, и они пока еще не произведены. Принятие 10 актов правительства, из них принято только 2 постановления правительства, и принятие 32 актов Министерством здравоохранения. Принято только 9 приказов. Ну и на слайде вы можете видеть перечень данных нормативных актов. Ну и, в общем-то, спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо за волнительный, я бы сказал, доклад. Меня он заволновал, в частности, тем, вот тем, что вот все эти инновации в области законодательства распространяются и на научную сферу, на область научных исследований, которые не имеют как бы выхода в применение продуктов для лечения больных, там, для диагностики и так далее. Нет, они как раз не распространяются. Эти отношения выведены, я подчеркнула, что они выведены из-под действия закона. Выведены. Выведены, выведены. Я вас успокою. Нет, я просто думаю, что если речь идет о создании некоего государственного кадастра, то есть некой такой тотальной описи всего клеточного, что существует в государстве, то это вообще правильно, это по-хозяйски и нормально, грамотно. Но если речь идет о создании запретительно-разрешительного механизма, пользуйся клетками, заплати, или там кланяйся, или упрашивай Минздрав, чтобы тебе разрешили, то это, конечно, очень нехорошо будет. Нет, для целей науки это как раз вот свободно, пожалуйста. Спасибо. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Спасибо. 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 А скажите, пожалуйста, говорится что-нибудь в законе о реализации клеточных продуктов, потому что клеточный продукт – это вещь недешевая, и даже если она будет реализоваться через клинику, это подразумевает достаточно большие деньги для пациента. Есть ли какие-нибудь соображения про то, чтобы включить клеточные продукты в систему обязательного медицинского страхования? Есть ли какой-нибудь механизм их туда провести? Может быть, вы знаете какие-нибудь… Вы знаете, механизм здесь очень простой. То есть, если эта технология появляется в стандарте лечения, то она автоматически появляется в финансировании. Но вот действительно я это не упомянула, к сожалению, принятие закона не означало увеличение финансирования Министерства здравоохранения. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ